В Ивановской областной специальной библиотеке для слепых состоялась презентация аудиосборника стихов Ольги Буяновой. Хотя автор имеет техническое образование и большую часть жизни проработала на ТЭС-3, литература ее всегда привлекала. Как украшается лук цветами, и деревья приносят плоды, так и я свою душу украшу, дам плоды добрых дел и любви. Лирические произведения объединены общим названием «Дашь мне Господи всякого любить, как себя самого». На создание сборника поэта вдохновила книга «Жизнь во Христе», написанная Иоанном Кронштадтским. Читая эту книгу, у меня стали складываться стихи. И совершенно как-то чудесно, вот буквально за три дня, основная часть этих стихов, а их 91 получился, они все сложились. Потом только переписала, и получилась книга. Ну, почему они так легко писались? Наверное, потому что душа вот жадно искала ответы на мучшие вопросы. И батюшка Иоанн Кронштадтский, он в своей книге, он отвечает на эти вопросы. Стихотворение Ольги Буяновой затрагивает вопросы веры, нравственности. Эта тематика очень близка большинству посетителей библиотеки для слепых. В читальном зале для желающих послушать поэзию почти не осталось свободных мест. Около года назад у нас был в библиотеке День православной книги. И вот тогда Ольга Георгиевна читала свои стихи, и нам очень понравилось, и мы решили записать их в авторском исполнении, чтобы люди с ослабленным зрением, люди, которые вообще не имеют зрения, могли послушать эти стихи. Стихи действительно философские, стихи о молитве, стихи о Боге. Аудио-сборник стихов Ольги Буяновой подготовлен в рамках издательского проекта «Читает автор». С 2011 года в библиотеке ведется работа по созданию альтернативных форматов для людей с заболеваниями органов зрения. Поскольку наш читатель – это инвалид по зрению, и нам бы хотелось, чтобы творчество наших ивановских поэтов, в том числе и самодеятельных поэтов, конечно же, им было доступно. За этот период мы уже выпустили сегодняшним сборником четыре аудиосборника. Мы записали авторов Сергея Шилова, Наталью Сороку, Бориса Усанова. Аудиокнига для слабовидящих людей является настоящим спасением. Чтением по системе Брайля владеют далеко не все, поэтому только в аудиоформате книга является подлинным источником знаний. Любовь Почерникова, Андрей Семьволков, РТВ Иванова.